Итак, ребятки, всем привет! Сегодня мы будем с вами изучать топ-3 движения, с помощью которых вы сможете посмотреть, какая карта находится снизу. И это необходимо для того, если вы, например, фокусник, чтобы узнать, какая там карта, ну и в последующем навязать ее зрителю. Ну а если вы, например, играете в покер в домашнем кругу, вы хотите показать свое преимущество и какие вам в определенный момент могут выпасть карты, тогда вы тоже можете это все использовать. И про покер мы с вами поговорим в конце данного видео. А прямо сейчас поставьте лайк, поддержите канал, подпиской и приятным комментарием. И мы поехали! Для этого движения мы берем с вами обычную колоду карт, даем зрителю перетасовать ее, сами перетасовываем. Ну и в конце концов, после всех тасовок, после того, как зритель перетасовал, мы знаем точно, что внизу у нас находится 9 червей. И вот она, красавица, находится снизу колоды. Собственно, данное движение мы уже с вами разбирали не один раз на сайте, на канале. И давайте-ка сейчас я вам все равно расскажу, чтобы мы точно запомнили это движение, как это все делается. Как же делается у нас первое движение? Оно на самом-то деле не очень-то и сложное. Оно, наверное, самое простое из всех этих движений. И выглядит оно примерно так. Вы берете эти карты, перетасовываете и просто вот так перетаскиваете карты. То есть для вас и вообще для зрителя это просто как будто бы какой-то перегруз. Просто повыделываться. Но на самом-то деле я уже знаю то, что снизу у нас 4 пик. И вот она, четверочка пик. То есть что вы делаете? Вы берете колоду, держите вот в таком хвате. После того, как все ее перетасовали, убедились, что колода полностью перетасованная, вы просто берете и хватаете ее в правую руку. И вот таким вот движением переворачиваете по часовой стрелке. И когда вот она уже примерно в хват вам может в левую руку лечь, вы ее берете и вот так вот получается вы видите под наклоном карту. Если потренироваться, то поверьте мне, это будет очень естественно выглядеть. И вы будете точно знать, например, что снизу находятся 10 крестей. Ну а зритель этого знать не будет, потому что для него вы просто взяли и сделали какой-то вот такой перекрут. Типа вот зритель, смотри, как я умею. Но это на самом-то деле хитро и очень круто. Советую использовать. Следующее движение выглядит так. Мы просто берем и вот так вот карты эти перетасовываем. Но в итоге у нас внизу находится 6 пик. И давайте-ка перейдем к обучению. Итак, как же делается данное движение? На самом-то деле я считаю, оно максимально более подходит для покера, потому что вы будете видеть 2 карты и у вас будет выбор, что лучше выбрать. Понятное дело, лучше выбрать большую карту. Ну а сейчас мы посмотрим, как же это можно провернуть. Мы берем колоду игральных карт в правую руку. И вот этот большой палец у нас находится на нижней части колоды. Здесь же у нас идут средний, безымянный и мизинец на верхней части колоды. Мы берем и вот таким вот образом давля указательным пальцем отсчитываем в левую руку примерно пол колоды. И мы уже видим с вами, какие карты находятся здесь. То есть у нас 4 крести. После чего вы вот так вот в эти же 3 пальца, средний безымянный и мизинец в левой руке, перекладываете верхнюю стопочку, то что вы отсчитали, и держите к себе эти карты. И вы уже видите, что у вас есть 8 и 4. Понятное дело, лучше выбрать 8. Поэтому вы с левой части начинаете слистывать карты. Чтобы они у вас не выпадали, я вам советую вот так вот снизу их обнять пальцами. То есть это опять же наши 3 пальца. И вот так вот указательными пальцами, давя вот сюда, вы делаете такое вот сопротивление. И соответственно вы делаете тасовку эту. Значит давайте-ка еще разочек быстренько пройдем. Раз. Смотрите там 8-2. 8 оставляете. И поехали по одной карте с листом. Если у вас сначала это не получилось, само собой, такое и будет. Потому что это сложная достаточно техника. Ну и в конце вы если долго будете тренироваться, то у вас точно все получится. Ну и вот давайте-ка еще разочек. У нас есть валет и 8. Соответственно мы валет слистываем первый и начинаем дальше идти. Когда вы полностью все карты слистываете, что вы делаете? Вы 2 пальца больших кладете сверху. Вот здесь вот. Надавливаете. И вот эти вот части, получается, вот эти вот части, куда упираются карты, вы их сжимаете. И плюс еще пальцами можно вот этими помочь, чтобы эти карты согнуть. После чего большими пальцами давите сверху, а нижние карты вот расслабляете до определенного момента согнутые, чтобы они действительно взяли и вот так вот сделали такое шир-шир-шир. Есть. И, собственно, вот такое движение, которое, еще раз повторюсь, максимально подходит для покера. Раз и все. И мы себе уже точно будем знать, что у нас есть туз черви. А как же это все использовать, я вам расскажу в конце данного видео. Ну и, наконец-таки, последнее движение мы делаем вот таким вот образом. И, как бы, перетасовываем карты. На самом-то деле, я, например, уже знаю то, что снизу у нас туз пик. Вот такой. И давайте-ка изучим и данную технику. Данную технику мы с вами будем изучать именно вот с такого ракурса, потому что он такой наиболее подходящий. И в этом видео я использовал вот такую вот старую колоду B. Вроде бы обычную, но на самом-то деле нет. Она печаталась примерно в 1970-х годах. И она является супер редкой все на данный момент. И если вам такая колода интересна, вы коллекционер, который собираете старые карты, либо хотите попробовать, что такое старые редкие карты, тогда милости прошу по ссылке в описании, прямо под этим видео. Вы найдете на нее ссылочку, можете ее приобрести, использовать купон ЕСОБЗОРА и еще и получить скидку в 5% на любой заказ. Плюс еще там будет ссылочка на карты, которые вы видели до этого. Итак, давайте-ка начнем. Данное движение на самом-то деле очень простое, но для начала вам необходимо изучить вот эту вот тасовочку, которая называется Рифл Шафл на столе. Я оставлю ссылку на предыдущее видео, где вы сможете конкретно вот такое движение выучить, вот здесь вот в подсказках, вот здесь вот это будет теребонькаться видео, да, где-то вот здесь вот. И, собственно, в конце видео тоже оно появится в этом же вот это вот пролетике. Так вот, что вы делаете? Вы берете и вот таким вот образом собираете эти карты. Вы их друг в друга, половинки делаете врезочку, после чего вот так переворачиваете и начинаете будто бы их собирать. Но на самом-то деле это движение, которое вообще неподозрительное для зрителя будет. Оно будет самое простое, но все равно в конце концов вы будете знать то, что снизу у нас четверочка пик. Ну и в итоге вы взяли, узнали какая там карта и в определенный момент можете ее подтасовать. Итак, как же это все использовать, например, в манипуляциях, фокусах, в каких-нибудь покер играх? Вот, например, что можно сделать, чтобы себе эту карту подтасовать? Ну, давайте-ка для начала мы с вами используем вот эту вот версию, где мы делим колоно на две части, узнаем, где карта лучше, и вот так вот затасовываем ее в центр. После чего мы раздаем там карты, к примеру, вот так вот всем там нашим друзьям, знакомым товарищам. И вот, например, мы себе раздаем, и вот сейчас просто прекраснейший вариант, как вы можете победить. Потому что у вас, например, есть король, видите, у вас есть шестерка. Шестерка вам никак не должна, но вы знаете то, что король находится снизу. И вы берете, раскладываете первую карту, вторую карту и третью. Вот. Соответственно, у вас есть там пять-шесть, у вас есть пара шестерок, и вы потом начинаете делать ставки. Например, вы делаете ставку раз-два, и в самый последний момент, когда уже пятая карта будет выставляться вот сюда вот, вы достаете короля вот этого. И получается так, что вы его вот так вот достаете. Это специальное движение из для этого, которое называется bottom deal. И вы вот так вот делаете вид, что берете верхнюю карту, а на самом-то деле достаете нижнюю. И если это сделать очень быстро, профессионально натренироваться, то, поверьте мне, никто ничего даже и не заподозрит. И тут вы, как царь, достаете второго короля, и вы уже точно знаете, что у вас есть пара королей, плюс еще выпала пара шестерок. И в конце концов вы останетесь победителем. Хотя 5, 6, 7, 8, 9, хотя тут появился какой-то еще претендент. Но на самом-то деле вы уже себе можете таким вот образом подтасовывать в любой момент карты. Как всегда, я ни в коем случае никого не затаскиваю на черную сторону. Я всегда против мошенничества, шулерства. Но, например, когда вы находитесь в домашней компании с друзьями, со знакомыми, с товарищами, можно, так сказать, взять и подтасовать себе карты, потом, конечно же, признавшись об этом, и вы потом никогда дилером не будете. Но все равно, никогда не обманывайте людей. Я вас прошу, не нужно этим заниматься. Будьте честны в этой жизни. Я, вот, например, тоже занимаюсь обманом. Но это обман во благо. Я показываю фокусы, я обманываю таким образом зрителя, там, например. Взял колоду, выбрал карту, затасовал в центр. Говорю, мы перетасуем карты, мы потеряли карту. Понятное дело, для меня, как фокусника, эта карта будет сверху. Но ни в коем случае не нужно обманывать зрителя, там, на деньги разводить таким образом, шулерским и тому подобное. Поэтому, ребятки, ставим лайк, подписываемся на канал, обязательно пишем в комментариях ваше мнение о таких вот видео. Если они вам понравились, опять же, ставим лайк, пишем, понравилось, давай еще. И чтобы вы еще хотели увидеть меня на канале, тоже пишите. Собственно, все. У меня на сегодня все. До новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok